МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ней выступит известный южноафриканский музыкант, композитор и пианист Абдулла Ибрагима. В программе также вечер в памяти Вацлава Нижинского. На сцене Зимнего театра зрители увидят прославленные коллективы. Балет Берлинской государственной оперы, национальный балет Нидерландов. Марииненский театр, балет Венской государственной оперы. Они покажут после полудины отдых Фавна с Шахерезадо. А настоящим сюрпризом станет совместный концерт группы «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Они рискнули и вышли на сцену. И все ради драйва. Именно за этим в Ейский народный театр опереты приходят врачи, учителя, военные и даже строители. Поймав это счастливое состояние, они влюбляются в театр навсегда. Мария Хашобина проникла в закулисье и узнала, почему, чтобы хорошо играть на сцене, нужно вернуться в детство. Обсуждение проходит только коллегиально, и это не тот случай, когда режиссер всегда прав. Театр открыт для зрителя, критиков и творческих экспериментов. Сегодня на сцене репетиции спектакля от героев былых времен. Стихи написаны режиссером театра Еленой Бершацкой, но в постановку включен и фрагмент из поэмы Твардовского. Я же сказал, что я не гордый. Я согласен, но не думаю. Забавный, смышленый, добрый и искренний Василий Теркин стал одним из любимых персонажей актера Андрея Коровкина. Скромный в жизни, на сцене он становится балагуром. Театр преображает, помогает справиться с повседневными трудностями, убежден Андрей. Работу на сцене актер с 10-летним стажем воспринимает как отдых. Я-то, в принципе, по профессии строитель. За целый день на стройке напашешься, а тут приходишь, отдушина. Профессии у актеров театра опереты и в самом деле разные. К примеру, Елена Бершацкая, режиссер театра, врач-микробиолог, а Владимир Игнатьев, премьер, который исполняет сейчас основные роли, офицер в отставке. Он уже давно привык к творческому беспорядку во время репетиций. Солист театра считает, что это даже необходимо актерам. Потому что у каждого свой драйв, у каждого своё ампула, но все стремятся к одному – сделать хорошо на сцене для зрителя. И напрягаются на сцене. А за кулисами расслабляется каждый по-своему, но все в куче. Без детства некого. Просто если вот в людях его нет, не будет оперетты вообще. Не будет лицедейства хорошего. В коллективе 27 человек. Актеров воспитывают с детского возраста, принимают школьников в театральный кружок. Лучшие из них потом играют по-взрослому. Но этого режиссеру показалось мало, и уже на протяжении 13 лет театр старается вырастить еще и зрителя на сказках. Пять оригинальных постановок в лучших традициях музыкального театра уже в активе труппы. Это тоже 3D. Только вот на этой сцене зрители улыбаются, дети радуются, они переживают. Они из зала кричат, они подсказывают туда ходи, сюда не ходи, это делай. И вот благодаря этому мы получаем своего зрителя. Они чуть-чуть подрастут, и они придут на спектакль оперетты. 60-летие театр будет отмечать в сентябре. Для зрителей готовят много сюрпризов. Но и до юбилейной даты яча не увидят актеров еще не раз. Мария Николаева, Игорь Хошобин, Кубань-24, Ейск. А теперь о том, как с пользой и интересно провести сегодняшний вечер. Если вы еще не готовы к творческим экспериментам, предлагаем отправиться в театр драмы. Там играют известные российские актеры. Инна Чурикова, Александр Збруев и Андрей Соколов. Московский Ленком привез к краснодарскому зрителю спектакль «Все оплачено» по пьесе французского драматурга Ива Жемяка. Главный герой обеспеченный, месье Александр, у которого нет ни семьи, ни друзей, ни детей, решает все это приобрести за деньги. Удастся ли ему это сделать, и чем эта иллюзия счастья закончится, узнают только те, кто придет на спектакль. Если же вам близки парадокции и интеллектуальные шарады, то стоит посмотреть сказку для взрослых по мотивам произведения Виктора Пелевина «Затворник» и «Шестипалы». Это пластический спектакль, он идет в одном театре. Главные герои постановки стремятся вырваться из системы, преодолеть стену, за которой есть свобода. Здесь много метафор и символов. Даже свет, музыка и сценография работают на авторский замысел. Разгадать его, конечно, непросто, но тем, кому близка философия дзен-буддиста Пелевина, сделать это будет легко. А тех, кто не проще отправиться в путешествие во времени, приглашаем в Кубанькино. Там покажут фильм Филиппа Янковского «Статский советник». Зритель снова встретится с Церастом Петровичем Фондориным и сможет увидеть политические события Российской империи конца XIX века. «Статский советник» обвинен в убийстве сибирского генерал-губернатора Храпова, которое произошло в вагоне курьерского поезда. Но кто же его совершил, зрителю придется, хорошенько подумать. Кстати, в фильме играют блистательные Олег Меньшиков, Константин Хабенский и Никита Михалков. Такими были новости культуры. Я же с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. До встречи и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok